Я вас всех приветствую еще раз, и вы знаете, финансовая тема, она самая обсуждаемая, наверное, везде, в том числе и в церквях, и, наверное, в ушах каждого человека. И выражена она зачастую не только разговорами о финансах, а люди ходят на работу, зарабатывают финансы. Люди думают о финансах, люди мечтают, планируют какие-то отпуска, которые тоже связаны с финансами, поэтому Библия говорит, за все на земле здесь отвечает серебро. Тогда возникает вопрос, Бог такой духовный, причем здесь вот мои земные, как он может восполнить. Но, друзья, в том-то и дело, что как Бог способен сделать чудо и сделать чудо в моей жизни, о чем я говорил, что он меня освободил от зависимости, от каких-то пороков и так далее, то Бог также способен дать чудо каждому человеку относительно финансово, потому что он нелицеприятный. Тем более, вопрос нищеты он забрал на крест, он его решил на кресте. Он сказал, что Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. И поэтому, друзья, люди часто ищут какую-то красную кнопку, они думают, нажмут и все как-то должно, либо мешок с деньгами свалиться, либо еще что-то. Но вы знаете, Бог от нас требует тоже какую-то часть. И Писание 8, 4, 6 говорит о том, что от недостатка знания гибнет народ мой. То есть, не какие-то другие народы, народ мой. И поэтому нам нужно знание. Откуда? Да из Библии. И Библия полна как раз вот этого императива Божьего относительно того, что он хочет, чтобы мы имели достаток в жизни, даже больше того. Потому что в Евангелии Атана, в 10 главе, а в 10 стихе написано, вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел дать жизнь. И дальше говорит, да не просто жизнь. С избытком. И избыток это, когда у тебя и тебе хватает, и помогать другим тоже самое. Так, доброе дело. Вы знаете, и часто, когда если мы хотим прорыва, есть простая, например, экономика. Да, экономика страны или человеческий какой-то ресурс. Но вы знаете, если вы хотите чудо от Бога, вы должны усвоить принципы Божьей экономики. И Божья экономика, она в Библии показывает тот факт, что я когда читаю, что любой герой из Библии получил свой финансовый прорыв, когда он давал жертву. Когда он заключал жертву завета. Он говорит, что, Господи, я дам тебе вот это, только сделай вот это. Я верю за это. И он прикрепляет жертву завета выраженно. Ну, можно сказать, тогда это было в быках, в баранах каких-то, сейчас это выражается в финансах, да. И когда человек дает жертву завета, Бог приходит на эту жертву. И Бог всегда приходит на жертву. Аллилуйя, потрясающе. А вот, и если можно свидетельство. У меня в жизни, я жил 12 лет уже с квартирами, по съемным. И говорю, Господи, дай мне дом. Я хочу дом. Я мечтаю за дом, я мечтаю за дом. И Господь проговорил мне, дай мне жертву завета. И я помню, как на одной из конференций был призыв. Если вы хотите прорыва, тем более, если в финансовой сфере, в имуществе, вот сейчас приглашают дать жертву завета. И я был тогда в Стокгольме, и на конференции, и был призыв по 100 долларов. Но переводчик неправильно перевел мне в наушники, и он призвал, и я думал, что тысячу долларов надо дать. И я пошел и дал тысячу долларов. А потом узнал, что оказывается по 100 долларов надо было. И вы знаете, я так сначала огорчился. Но потом я понял, когда пришел сверхъестественный, реально Бог, государство нам подарило землю, как многодетный. Потом построил дом, это было сверхъестественное. Работники, обычно, которые принимают, строят те дом, они наоборот хотят заработать больше, там, какими-то допами. Они наоборот мне помогали. Говорят, вот тут надо сделать дешевле. А причем они были, они не знали Господа. И я дом построил сверхъестественный. Я тогда помню, слава Богу, что я тогда дал большую жертву завета. Аминь. Потребляйте история. Сергей, у тебя есть чудо какое-то, что ты пережил с Богом? Да, у нас было на протяжении нашей христианской жизни, потому что мы большую часть служили, и служение это не всегда, скажем так, такая финансово стабильная, даже можно сказать, ну, дело. Вот. И Господь нас учил. Учил на протяжении, и учил из Библии. Например, несколько моментов могу очень быстро поделиться. Например, в Нагорной проповеди нам надо поверить, что Бог желает нашего благополучия. Это очень важно, потому что по вере нашей да будет нам. Ведь многие люди живут так, что я не верю, хочет ли Бог что-то дать мне и так далее. И вот в Нагорной проповеди там есть прям такие заповеди, не говорите, не думайте и не говорите там, да, что мне есть или что пить. Я помню, как пришел к своей жене и сказал даже, все, мы больше не говорим про это. Мы не говорим про деньги. Она говорит, а как мы будем разговаривать? Как будем вообще обсуждать какие-то финансовые вопросы? Потому что обычно все вопросы в семье, они как, а это где? А то где? А ведь Господь, сам Господь сказал не говорить. Почему? Потому что мы больше фокусируемся на нуждах, чем на Боге, а в Нагорной проповеди Он сказал, что у вас есть Отец, который знает, который знает ваши нужды прежде прошения. И это, помню, это первое какое-то было для нас такое переосознание того, что у нас есть Отец. Он думает о том, что нам есть и что пить, и во что одеться. И очень важно, чтобы мы верили в это. Другой момент, который был у нас, это когда Господь нам стал показывать про порядок, что много хлеба на Неве бедных, но люди гибнут от беспорядка. Я помню, как Дух Святой проговорил, наведи порядок со своими финансами. Я думаю, ну у меня и так их нету, какой там порядок наводить. Я помню, как мы начали вести учет просто того, что есть. И вдруг мы осознали, что действительно хлеб-то есть. Что Бог нам дает, и мы научились откладывать. И это сработало и для нас лично, и с покупкой дома в дальнейшем, и с покупкой земли церкви. Мы действовали точно так же. Мы научились, мы научились понять, у нас есть, и нам нужно научиться вкладывать. Помню, как Господь тоже проговорил мне одно место из Библии, что имеющему будет дано. И я часто теперь говорю людям, станьте имеющими. У вас есть финансы, но начните откладывать, станьте имеющими. Когда мы покупали, например, церковную землю, я сказал, хорошо, давайте мы отложим какую-то первую сумму. Например, на тысячу рублей мы стали имеющими, на десять тысяч, на сколько-то мы стали имеющими. И таким людям будет дано. Тогда, когда же мы наоборот, мы как бы все растрачиваем, мы не удерживаем, мы в беспорядке живем, то мы попадаем часто как раз и в долги. То есть мы не способны. И Господь тоже видит нашу верность в малом, чтобы дать нам или не дать нам больше. Поэтому я тоже думаю, очень важно помнить об этих принципах, Господь дающий. И очень важно, чтобы мы жили в порядке в финансах и были имеющими. И тогда Господь даст и приумножит. Аминь. На самом деле, ну что очень много и об исцелении, о каком-то финансовом прорыве. Давайте мы сейчас согласимся все вместе и мы помолимся. Особенно, когда мы говорим про исцеление. Господь желает исцеления тела. И сейчас мы говорили о финансах. Для него нет ничего невозможного. Когда-то кто-то закинул невод и получил огромное количество рыбы. Точно так же и в вашей жизни Бог может направить финансы, благословить, дать вам чудесным образом покрытие долгов. Давайте прямо сейчас мы придем к Господу и помолимся. Господь во имя Иисуса Христа. Мы молимся сейчас с каждым человеком, который приносит свою нужду. Господь тех, кого мы уже называли, кого мы еще назовем в течение этого эфира. Прикоснись прямо там, где эти люди находятся, Господь. И мы доверяем тебе, что для тебя нет ничего невозможного. Ты Господь, который восполняет всякую нужду по богатству своему. Господь, ты благий, ты богатый на всякое доброе дело и во имя Иисуса Христа. Господь, мы призываем, чтобы твои благословения, они пришли в каждую жизнь. Чтобы долги были сверхъестественно закрыты, чтобы ты дал мудрость тем людям и тот порядок, о котором мы говорили, чтобы он пришел в их жизнь и чтобы они смогли, Господь, рассчитаться, закрыть долги, выйти в процветание во имя Иисуса Христа. Молимся за всех, кто сегодня болен. Молимся за всех, кто сегодня находится в каком-то критическом состоянии. Господь, во имя Иисуса, твоя сила превыше всего. И мы провозглашаем твою силу над каждым из этих людей. И, друзья, может быть, прямо сейчас внутри вашего сердца появляется та вера, которая вам необходима. Просто откликнитесь на нее, примите это в свою жизнь, скажите, это для меня. Я принимаю это сейчас. По вере вашей. Да будет вам. Господь, я благодарю также за тех людей, которые проходят разные сейчас ситуации, может быть, с родными и близкими. Очень много ситуаций про зависимости. Господь, мы верим, что ты касаешься и освобождаешь эти семьи и этих людей от этого бремени во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, давайте еще помолимся о сверхъестественном закрытии долгов, потому что приходят нужды. Прошу молиться за освобождение от кредитов и долгов. Друзья, мы должны молиться об этом, и чтобы ты получил это чудо. Молись такой молитвой, чтобы Бог дал мудрости тебе в новом деле. Чтобы Бог благоставил дела рук твоих. Чтобы именно ты мог покрыть свои долги. И мы будем молиться, и я хочу сказать, что когда мы будем молиться в этот момент, не думай только о том, чтобы закрыть свои долги, но думай о том, чтобы Бог тебя благословил, чтобы ты мог закрыть долги, и тебе еще хватило жить на эти благословения. Вот, начинай опережать свою нужду с Господом. Поэтому возьми сейчас просто, закрой глаза и давай молиться. Я буду молиться сверхъестественно за тех людей, которые есть долги, есть какие-то долговые ямы, и ты думаешь, что это невозможно. Для Бога, говорю, все возможно. И во имя Иисуса Христа. Мы молимся за каждого человека, который имеет долги, какие-то незакрытые кредиты, которые мучают его. Господь, я прошу Тебя, Господь, пусть Твоя сила Божия, Господь, наполнит, Господь, каждого, кто просит об этой нужде, кто живет в этой нужде. Господь, дай мудрости, покажи, Господь, возможности, открой сверхъестественный, Господь, творческий разум, Господь. Может, вы сейчас придете через эту молитву, тебе мысли, какое-то новое дело начать, какую-то новую работу заиметь. Не ограничивай Господа во имя Иисуса Христа. Аллалю. Я молюсь, Господь, за каждого сейчас. Господи, я прошу Тебя, чтобы Твои дети, они не имели нужды. Чтобы Твои дети, Господь, они не жили в этом ограничении во имя Иисуса, которые привели их к долгам во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь. Аллалю. Господь, я также чувствую, что сейчас у некоторых проблема долговых ям, и они не могут выбраться из этого, из долгов. Я не знаю, как это связано, но Дух Святой ведет. Это вина. Ты живешь годами в вине, которая не дает тебе покоя, которая как будто крюком тебя держит, и ты вроде хочешь бежать, и никак не получается, потому что тебя держит вина. Вина за какие-то прошлые ошибки. И это приносит страх. Страх за прошлое, что у тебя там не получилось, и ты боишься войти в что-то новое. Это держит тебя, в том числе, в долгах, в каких-то непомерных вещах, непомерных кредитах. И ты уже потерял всякую надежду, что ты можешь выбраться из этого. Послушай, Писание говорит, Римлянам 8 глава, что и так нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе не по плоти, а по духу. Потому что закон духа жизни воскресил тебя из закона греха и смерти. Послушай, есть Божий закон воскресения жизни. Это дух жизни, который приходит вот через эту молитву, который приходит сейчас в твою жизнь, в твою сферу финансовую, чтобы ушла всякая вина, и ты поверил наконец-то через свободу от этой вины, ты поверил в новые возможности. Поэтому принимай кровь Иисуса Христа, она сильнее всякой вины прямо сейчас, освобождая тебя от всякой вины и осуждения, которое принесло страх и неуверенность в твою жизнь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Потрясающее помазание, потрясающее могущественное слово. Спасибо, драгоценные пасторы, потому что столько мудрости, столько помазания. Друзья, я хочу вам сказать, что наш марафон, он будет в записи, тоже повторен. И если вам нужна конкретная молитва, может быть, вас коснулось это слово, или вы знаете, кому это нужно, просто пересматривайте, перебудьте в молитве, стучитесь, и вам отворят. Об этом говорит Божье Слово. Иисус нас ободряет, чтобы мы были неизменны в постоянстве, чтобы мы ожидали и чтобы мы получали то, чего мы жаждем, чтобы мы не унывали, постучались, не получили сразу же ответа, и чтобы мы не раскисали, не унывали. Оставайтесь в надежде на Господа, продолжайте благодарить, продолжайте смотреть, уповая на Него, потому что абсолютно точно Господь сказал, что я не оставлю голодным, я не оставлю неисполненным никакое свое слово. В псалмах написано, я не видел праведника голодающим и детей, его просящим хлеба. Друзья, Господь, наш Бог чудесный, Наталья начинала марафон, она говорила об этом откровении, которое она сама переживала, уникальном чувстве, когда Господь переживаний раздвигает небеса, чтобы найти тебя, чтобы обнять тебя, чтобы достичь тебя. Достигайте этой любви, как Он простер ее к нам, и вы увидите, как ваша нужда отступит перед этой любовью, как наполнится ваше сердце благодатью, полнотой, щедростью, и восполнена будет всякая ваша нужда. И более того, Аллилуйя, это могущественная молитва людей, которые знают, что такое сложные обстоятельства, что такое препрепятствие, что такое сопротивление, что такое вызов огромный, что такое ответственность, когда ты не знаешь, откуда может прийти помощь, но упование на Господа ни одного не постыдило, ни Наталью, ни Сергея, ни второй. Я хочу сказать, что на этой молитве огромное помазание, потому что они, это люди, которые не получали только для себя, для своей жизни ответы. Это люди, которые получали помазание и здание, и землю, и благодать, и благословение для людей, которые в их общинах, в их церквах. Есть огромное помазание, сила в этой молитве, поэтому принимайте ее. Аминь. Аминь. Дорогие, знаете, Библия, она уникальная книга, она в принципе описывает все то, в чем мы сейчас живем. И в долгах были также люди, которые и в Ветхом Завете также были долги, и люди страдали, но также Бог показывал выход из этого долга. И когда мы читаем в третьей книге Царь 17 главе об этой женщине, представляете, она была вдова. То есть не было кормильца, не было никакой возможности вообще получить откуда-то еду. И вот к ней приходит пророк Илья. Он приходит к ней и говорит, дай мне воды. Она бедная, собирает эти дрова. И она говорит, сейчас принесу. И он такой вдогонку ей говорит, ну еще захвати кусок хлеба. И она в шоке. Какой хлеб? У меня, говорит, здесь вообще ничего не осталось. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим и умрем. Вот ее было видение по поводу своей жизни. То есть ничего нет. Я вдова. У меня есть сын. Я сделаю сейчас последний кусок хлеба и умру. Возможно, у тебя сейчас какая-то ситуация, что кредиты душа, ты понимаешь, что тебе нужно срочно прорыв, финансовый прорыв. И Бог показывает ей выход. И он ей говорит. И сказал ей, Илья, не бойся. Я хочу сказать сейчас всем людям, которые нас смотрят. Не бойся. Нет никакой неразрешимой ситуации. Бог, он в курсе всего. Он в курсе нашей жизни. И он говорит ей, не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне и для себя, и для сына твоего сделаешь после. То есть вы представляете? Ну как можно? Ты пророк, ты понимаешь, ты божий человек. И ты говоришь сейчас в моей ситуации, что я сначала тебе должна что-то сделать, а потом себе и сыну. Вы понимаете, порой вещи, которые Бог предлагает, абсолютно никак не вяжутся с нашим пониманием. Но Царство Божие, оно по-другому устроено. Царство этого мира, конечно, бери, собирай, копи, жадничай. Но Царство Божие, оно устроено на даянии. Когда нет страха, ты можешь давать. Есть страх, ты закрываешься, укрываешься, начинаешь собирать в копилку. И вот такие люди сидят и как кощей над злахом чахнут. И финансы не увеличиваются. Но Бог делает вызов тебе, говорит, сделай так. И вот она пошла, испекла этот опреснок, отдала ему. И посмотрите, что написано. Ибо так говорит Господь Бог, что мука в катке у тебя не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощилась, масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью. Друзья мои, мы должны верить в Писание. Мы должны понимать, что Библия говорит, давайте и дастся вам. Меру добрую, утрясенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Аллилуйя! То есть это Бог сказал. Это не мы сказали, это не я сказал. Может быть, я бы тоже хотела из страха собирать что-то там, и бояться там эти денежки потратить. Но Бог говорит, найди человека, которому сейчас плохо. Просто увидь того, кто еще в большей нужде. Пойди и купи что-то. Возможно, какая-то мелочь, которую ты сделаешь, но она откроет небеса над твоей жизнью. Почему? Потому что ты это сделал в послушании Господа. Аллилуйя! Потому что у тебя внутри было это желание, которое Бог вложил в тебя. Аллилуйя! Давайте мы последнюю такая молитва на сегодняшний день, мы помолимся. Виктория, даю тебе это слово для молитвы. Ой, Сос, спасибо! Давай заключим этот день. Да, это так чудесно. Друзья, я хочу сказать, что это такая чудесная правда, истина, которая сказана, когда Господь искал порой человека, чтобы вступиться за нужды людей. Ему нужно взаимодействие с нами. И в Ветхом Завете есть такой момент у пророка Исаия, когда перед пророком открыто сердце Божье. Он говорит, я ищу человека и не могу найти. Того, кто обопрется об меня, потому что другой твердыни, подлинной, я не знаю, говорит сам Господь. Друзья, наш Господь, та самая твердыня, когда сейчас мы живем в мире, который входит в череду кризисов. Кризис будет следовать за кризисом, волны будут следовать за волнами. Это соответствует тому Писанию, которое говорит, что все колебимое будет поколеблено. Все, что может быть разрушено, будет разрушено, чтобы осталось непоколебимое. Это непоколебимое, это наш Господь. Поэтому давайте придемте к Нему, обопремся на Слово, которое вечно. Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Это безумие с точки зрения мира, и это тот мост веры, который соединяет нас с Вечностью, с Царством, который приносит божественное процветание, божественный мир, божественное исцеление к нам. Друзья, я молюсь сейчас, мы все вместе молимся, Отец Небесный, излей на всех нас, Дух Откровения. Дух Откровения, Дух Жажды по Тебе, Дух Любви по Тебе, Господи. Дух Почитания Тебя, Господи, мы молимся, чтобы наши глаза открылись искать Тебя, смотреть на Тебя, любоваться Тобой, Господь, чтобы мы возносили Тебя, как только что свидетельствовал пастор Сергей Горохов, и сказание о том, чтобы мы не говорили о нужде, но отложили их в сторону, чтобы сказать о Тебе, Господь, чтобы познать Тебя, щедрость Твою, Господь, изобилие славы Твоей, которая не просто для небес, но она для земли, через человека, на которого Ты можешь опереться, Господь, который открылся для Слова Твоего. И мы, Господи, принимаем Слово Твое, Слово жизни, Слово, которое подобно молоту, разбивающему скалу. Господи, Слово, которое Ты посылаешь для того, чтобы оно совершило работу, Слово, написанное в Священном Писании, Господи, открой эту жажду в сердцах детей Твоих, чтобы нам читать Писание, чтобы нам его кушать, как хлеб, чтобы нам его кушать, как молоко, чтобы нам его кушать, как елей, Господь. И пусть Дух Твой Святой впечатывает эти слова в наши души, в наши жизни, в наших детей. Боже, мы провозглашаем благословение на народ Твой, Господи, благословение исцеления, благословение мира Твоего, сверхъестественного мира на души, на сердца, на жизни, потому что Слово Твое сеется в мире, потому что в мире, Господь, Дух Твой Святой нас ведет в покой и в силу. Господи, мы молимся, чтобы ушли душевные болезни, Господь. Мы молимся, чтобы всякое смятение, всякий страх, всякая тревога, Господи, депрессия, угнетение, Господь, чтобы они ушли, потому что мы поднимаем взор свой на небеса. И Ты, Господь, говори, что Ты даешь вместо унылого духа славной одежды. Отец Небесный, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Господь, мы провозглашаем, что Ты разрываешь всякие эти путы, путы зависимости, путы мрака, путы, Господи, этого духовного угнетения. И Ты высвобождаешь радость, Ты высвобождаешь благословение и любовь. Мы провозглашаем примирение в семьях. Мы провозглашаем, что Ты даешь этот дух благодати и умиления к мужьям, любить своих жен, Господь, беречь, заботиться о них, к отцам, да, Господь, простирать это слово мудрости, слово утешения, подкрепление вдохновения для детей. Господи, этот же дух умиления и благодати от жен к мужьям, от детей к родителям во имя Иисуса Христа. Господи, пусть приходит Твое примирение там, где прошел огонь ссор, Господь. Пусть приходит исцеление во взаимоотношениях и в жизни. И также мы молимся о том, чтобы Твое исцеление приходило в тела. Исцеление приходило в тела. Господи, пусть приходит, Господи, исцеление костей. Я верю, что могущественный поток исцеления сейчас касается, и чьи-то кривые кости выправляются во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Господь, во имя Иисуса мы благодарим Тебя. О, Господь. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Господь. Дорогие друзья, и вот на этой чудесной ноте мы сегодня завершаем наш второй день марафона. Я хочу пригласить вас на третий день марафона, который будет завтра, 14 декабря. Марафон чудес. И вы знаете, такой интересный, дали он так, лозунг, слог, такой, любовь всего больше. И мы будем говорить о том, как Бог свою любовью благословляет, обеспечивает, защищает своих детей. И также о нашей любви к нему. Поэтому добро пожаловать завтра на марафон, рождественский марафон чудес. До свидания. Аллилуйя. Дорогие друзья, команда ТБН от всего сердца благодарит вас за поддержку нашего служения. Мы молимся о том, чтобы каждый из вас был благословен Богом. Наполнен Его благодатью и миром. Провозглашаем изобилие в вашу жизнь. Вместе мы сможем сделать еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok